Всем привет, с вами Аракис, и это будет, так скажем, обучающее видео для новичков, те кто начал играть, либо те кто не знает куда что подеться, куда пойти качаться, мобов каких получше, так скажем, заиметь, где ману фармить и вообще что где как, руны, в общем всего по чуть-чуть, так в первую очередь я думаю мы перейдем к одной из интереснейшей программы, которых вот да я специально свернул, не бойтесь, заходим play market и прописываем что-то типа вот svs instance я уже искал эту программу так как скажу так по поводу этой программы заведомо это не реклама ничего подобного там то есть создатель этой программы у меня не в доле и тому подобное ничего такого нету эта программа абсолютно бесплатная в чем ее суть это помощь новичкам гайд по игре ну как гайд большей части и использовал для того чтобы просто посмотреть какие там скиллы у каких монстров и тому подобное здесь было просто удобнее так как русский перевод более правильный ну не всегда естественно но все таки вот и плюс самое главное здесь были такие более менее стандартные наборы рун куда лучше какие дети общая оценка монстров то есть очень полезная программа для начала игры скажу так что я и пользовался месяца наверное три как только начал играть без этой программы я бы задавал бы миллионы вопросу в чате где что кому какая руна не знал бы абсолютно наверное ничего бы то есть в кратчайшие сроки как там более-менее максимальную инфу я получил по игре устанавливаем ее вот я не знаю по поводу того если она в иос маркете то есть обладатели apple и так далее честно не знаю либо она может возможно по-другому называться здесь проверить я не могу поэтому даст прошу прощения так программа установилась вы видите тогда по поводу всех этих игр и тому подобное это скачанная для того чтобы получить кристаллы заходим в этот свой assistance прикольно оформил новый год все дела так и что есть в этой программе вот самое главное то мы перейдем в настройки переключим на более понятный нам язык и выставим там русский украинский кому как нужно так как где кнопка сохранить я уже давно просто не пользовался программой так и сейчас попробуем я вот не помню по моему с нее нужно то ли выйти одну секундочку сейчас разберемся прямо вместе с вами сервер не знаю что это означает так как тишь подтвердить прощение с телефоном было немножко удобнее так и попробуем сейчас выйти и перезайти возможно уже будет русская версия да вот увидите просто перезайдите иногда реклама влазит ну уж такое дело так и перейдем еще раз настройки что такое кэш то есть вы будете сохранять все данные которые вы просматривали в этой программе советую вам установить установить эти галочки к примеру почему не всегда и у каждого есть эта программа под рукой и не то чтобы программа под рукой а интернет вы хотели бы зайти посмотреть какие там руны и билды и все остальное кому что одеть так скажем интернета нет а уже заведомо можно посмотреть что кому одеть поэтому советую включить все вот эти галочки вот и все любые гайды которые бы вы не просматривали все что вы просмотрите через эту программу с включенным интернетом потом вы сможете просмотреть это без интернета то есть оффлайн и вот размер кэша памяти выставьте здесь максимальный который только у вас получится в цифрах то есть чем больше памяти вы здесь зададите тем больше у вас сохранится там какие-то картинок рон и всему тому подобное то есть за программу ручаюсь и пользовался три месяца ничем она мне не навредила только помогла то есть этой программе абсолютная десятка может где-то там что-то в плане рун вам не подойдет извиняюсь в чате могут написать что там на того персонажа такие ровны а здесь вы посмотрели о здесь совсем другие ровны здесь альтернатива рон то есть вам предлагают то что отчасти лучше но до любые с это можно одеть на любого в принципе персонажа но вам здесь предлагают более-менее хороший вариант рон так как новички вообще не знают что одеть как куда в какой слот тыкать эта программа решит многие вопросы и вот кэш на диске также здесь выставляем количество файлов вот это я не знаю включить уведомление азиатский сервер времени ну вот это я не советую трогать если вы более больше чем не разбираетесь тогда можете поклацать так переходим назад вот самое главное что и здесь использовал это вот к примеру нажимаем все монстры да то есть а еще лучше мы перейдем сразу фельд прошу прощения вот фильтр монстра вас к примеру мы возьмем наугад интересует арх огня да вы выставляете вот по свойствам к примеру можете пробежаться по огню либо второй вариант так допустим по звездам до нас интересует арх он должен быть вейкнутый здесь кстати можно посмотреть по локациям где что падает по скилу по классу рон по типу вот защита атака поддержка по элементу также вот допустим нас интересует огонь по лидерскому скилу кстати о вот это тогда не было тоже в принципе интересно лидерские скиллы добавили надо но я не заходил эту программу искать по пробужденным монстром и вот мы включаем фильтр и нам выбило всех нарубовая первородок вот и заходим к примеру в элэ джуэля здесь общая статистика его pvp десятка то есть от 1 до 10 то есть выставляется средняя оценка оценка выставлялась но многими разработчиками этой игры плюс суждение человека который эту программу видимо разрабатывал в принципе с оценками с большинства оценками я здесь солидарен и согласен они выставлены более менее правильно ну так как первородок здесь он оценил всех в десятку принципе да нет плохой первородки есть плохие руны либо кривые руки скажу так либо просто вы неправильно используете вот здесь описание где можно получить этого монстра с каких свитка и тому подобное и альтернативы рун которые можно на него вставить одеть то есть вот к примеру здесь три варианта и всеми тремя вариантами я почему бы нет я согласен вот вот этот вот последний вариант самый такой профитный он одевается на всех великов элэ джуэли вот а в плане вот допов это уже ваше дело так скажем куда что и как лучше поставить вот допустим акуроси я бы ему не ставил не вижу смысла а вот скорость хп хп либо скорость хп защиту это вариант неплохой вот так же здесь вот описание полные скиллов то есть все идеально вот кстати не пробужденный вот пробужденный как он будет выглядеть там то есть иконка меняется плюс там если что добавляется какой-то скилл либо лидерка вот вы видите также кстати добавлен калькулятор рун что очень классно нигде вы такого но других программах я этого не видел я не все конечно проклацал возможно вы скажете что если получит а программа но я сейчас рассказываю об этой программе поэтому ее и обозреваю то есть здесь вы выставите ровные заточку сразу уровень плюс 15 ну нет смысла наверно ставить плюс 3 там хотя вы сможете узнать как будет там так скажем одет ваш персонаж либо какие статы у него будут если вы вводите там плюс 9 рун и которых у вас допустим нет там еще что то то есть вы видите переодевалка классно сделано вот ну и в конце вот здесь рассчитать кнопка вот едем дальше что здесь еще интересно также есть гайды советую вам прочитать их одну секундочку так либо не прооружается либо какая такая такая вот наконец-то возможно и надо притормаживает я наверно большую часть из всех этих гайдов прочитал да и вижу не все из них обновились но вот вы видите гайды на персонажей есть есть как пройти подземелье то есть вот кайт на рину кого качать множители навыков видите очень много инфы очень полезный вот анализ 200 заходов на нормал сколько человек нафармил вот я считаю очень много полезной информации поэтому советую каждому скачать кто слабенько разбирается в игре это программа решит многие ваши вопросы и так перейдем к самой игре так я думал выбит ну ладно и так что мы обсудим дальше система прокачки по локациям к примеру когда вот все вот это вот локация называется сценарио то есть все вот эти вот локации здесь вы их проходите есть три три степени сложности и в каждой локации выпадает своя определенная руна вот нажим нажав трофей вы можете посмотреть какие руны также монстры могут выпасть один из вот этих монстров вот что еще скажу по поводу локаций и фарма где лучше задают часто вопросы где лучше фармить в какой локации честно где вы тянете там и фармите к примеру я расскажу лично свой опыт кто-то может со мной не согласиться кто-то перемет мою стратегию но расскажу как фармил я то есть я в вообще уже то есть в более менее но не поздней игре в принципе вулкан я фармил уже но на 30 уровне и уж точно фармил хард вот то есть я переходил в первую локацию к примеру и убивал вот этих монстров в чем плюс этой локации то что здесь мало дебафов они вешают кроме как раскола плюс монстры за счет того что они все атакующие они естественно тонкие по хп по защите поэтому убиваются довольно быстро но к примеру каким-то ветреным персонажем я бы не советовал естественно фармить эту локацию если он у вас там не в супер каких-то рунах к примеру валькирия конечно моя катарина она справлялась но это другой персонаж так скажем вот поэтому здесь вы будете получать монстров довольно часто падают ну как минимум церберы уж точно да и трехзвездочные тоже часто падают а руны сейчас падают раньше падали здесь вампирики поэтому и фармили конечно же этот вулкан так как вампирик руна стоило немало и поэтому здесь разживали с деньгами я по привычке фармлю здесь кто-то фармит там крепость кто-то лес эйден кто-то руины кому где интереснее я фармил вот первый локу хард либо хэл нормал я фармлю только если есть какие-то акции там типа печенек всего остального то есть нужно сделать максимальное количество заходов я фармлю нормал то есть это дешево три маны быстро пролетается локация и быстро набивается и темы квестовые так что у нас дальше по поводу рун мы поговорили что еще хотел обсуждать вот давайте перейдем вообще к рунам возьмем просто от фонаря к примеру какого-то там не знаю ну вот да разберем по меган я не буду обсуждать именно свои руны то есть представьте здесь что у вас стоят там не знаю первозвездочный двух однозвездочный точнее первозвездочный двухзвездочные и так далее рун и что скажу сегодня буквально сегодня подписчик попросил зайти к нему в скайпе он показывал экран и то есть я ему подсказывал какие рун и стоит точить какие не стоит какие вообще стоит сразу продать и не стоит на них зацикливаться по поводу того куда вы тратите ману и как правильно тратить если у вас там руны одна две там три звезды на ней нарисованы и вы не знаете точить ее не точить советую вам не тратить на них очень много маны максимум точните плюс шесть ну потолок плюс девять то есть не тратите там по пятьдесят по сто тысяч маны там кровно добиты там три недели формил чтобы точнуть одну руну плюс двенадцать уверяю вас это абсолютный бред так как когда вы выбить этом четырехзвездочную либо пятизвездочную руну то ваша вот эти все затраты не уйдут так скажем кое-куда в темные переулки да вот поэтому не тратьте ваши деньги там на одну тире двух звездочных там я не знаю руны это реально неправильно и не рентабельно по поводу монстров кому что к примеру вы заходите да вот полная инфа написано помощь логически да то есть не нужно ставить и сет к примеру вот там где этот сет блин русские названия сет натиска смысл ставить если персонаж защитный либо там я не знаю помощь то есть саппорт и так далее конечно есть такие персонажи как феи к примеру у нее от силы атаки зависит ее хил тогда в принципе да этот навык подходит но так чисто интуитивно вы уже будете догадываться о том какие руны поставить и советую поначалу особенно когда вы там не знаю первый там десятый двадцатый уровень у вас руны там один тире три звезды собирайте старайтесь сеты собирать так как никакой там бонусы вам не даст на таком этапе больше чем сет рун что означает сет вот к примеру вы заходите вот сюда нажимаете к примеру знак вопроса и здесь у вас пишется вот применив набор 4 что значит 4 то есть в сете рун находится 4 жены неважно как вы их кстати расположить допустим здесь будет эта руна здесь будет это это видите вы их можете собрать абсолютно рандомно но когда вы собираете четыре части вы получаете вот этот бонус 35 процентов откуда идет этот бонус 35 процент 35 процентов идет от белой атаки к примеру вот пятьсот восемьдесят два плюс 35 процентов не буду доставать свой мега калькулятор не проплачена у меня просто версия простите надо купить вот и сюда идет число то есть не от общего а только от белого числа да так работает эта схема в плане скорости скорость всегда ну назовем так статично никогда там не пишется процент и тому подобное то есть многие задают вопросы а почему есть атаков просто атака есть атак процент а скорость есть обычная скорость а почему мне не попадается скорость процент скорость процент не попадается скорость всегда статичная она дает просто число вот увидите плюс 39 к примеру да там плюс 5 плюс 6 нет процента то есть вот и она уже добавляется вот сюда то есть она не зависит от скорости вашей белой, а вот комплект, вот сейчас о котором мы поговорим, где он, скорость, скорость куда сплетался а вот, прыть называется, блин, почему я понял, прыть, вот допустим плюс 25%, вот здесь уже будет работать от вашего белого числа, опять же, да здесь совсем другая история, так скажем вот, что еще хотел бы сказать по поводу рун, к примеру да, вот, разберем второй слот во втором слоте, в чем уникальность этого слота, здесь, только в этом слоте может попасться основной вот этот вот стат в скорость, то есть ни в четвертом ни там, я не знаю, в пятом первом, там, в шестом, нигде не попадется скорость, основной стат кроме как во втором слоте, вот здесь вот у вас, в допах, да, может попасться везде, но, опять же, если у вас к примеру, основной стат на скорость в допах вы никогда не словите скорость еще раз, это невозможно. Не парьтесь, не ищите таких рун. Это невозможно по дефолту игры. Поэтому так оно работает. В плане слотов давайте поговорим. Первый слот он всегда идет на статическую атаку. Максимально если 6 звезд, даст вам плюс 160 атаки, если руна будет заточена плюс 15. Третий слот, точнее второй слот, у вас может попасться в принципе любой стат, кроме точности, кроме шанса крита, кроме мощности крита и кроме защиты. То есть вам во второй слот, скажу проще, что может попасться. Это скорость, атака, атака процент, защита, защита процент, хп, хп процент, то есть здоровье. По нашему будем хп в дальнейшем говорить, так как хп здоровье, я думаю, многие играли в мемошки, они понимают о чем я говорю. Итак, дальше. В третий слот всегда будет статическое значение защита. То есть шестизвездочное плюс 15 будет всегда 150 то ли 160, 160 по-моему. Да, переходим к четвертому слоту. В четвертом слоте, в чем уникальность слота, здесь может попасться крит сила, то есть крит шанс того, что нанесет ваш монстр урон и крит урон, то есть уже мощность вашего крита. Если вы кританули, это уже мощность рассчитывается, то есть это и уникальность. То есть ни во втором, ни в каком другом слоте основной стат не может быть крит урон, либо крит сила, крит шанс. Вот. Также, что здесь может попасться? Вот как у меня, к примеру, здоровье процент, здоровье просто число. На такие руны не обращайте внимания, так как процент всегда лучше, чем статическое число. Вот. Процент вам всегда больше даст. Некоторым монстрам там на начальном этапе возможно что-то бла-бла, но всегда ищите процент. Если у вас атакующий монстр, он дд, не вставляйте в него просто атаку, разве что у вас просто других рун нет, тогда естественно ставьте уже, что есть. Но старайтесь искать на процент. Процент всегда больше даст, чем просто число. Вот. Идем дальше. Здесь здоровье, здоровье процент, что еще? Атака, атака процент, крит шанс, крит урон и... Ну и в принципе все. Вот. Возможно что-то забыл. Могу где-то там, так скажем, заикаться. Вот. Пятый слот. Пятый слот всегда вам даст здоровье. То есть плюс 15 руна, 6 звездочная даст вам максимально плюс 2400 здоровья. Вот. Едем дальше. И шестой слот. Уникальная слота, то что сюда может попасться либо точность, к примеру, либо резист. То есть резист это стойкость. Ну, защита от дебафов. Вот. Буду на дальнейшее говорить резист. Вот. Сюда также может попасться атака, атака процент, защита, защита процент, ну и хп процент. То есть здоровье, здоровье процент. Вот. По-нашему. Вот. Что кстати задавали у меня вопросы, почему вот здесь вот звезды иногда иногда желтые и по-моему белые или как у меня спрашивали. Сейчас мы посмотрим. Нет. А. По поводу розовых звезд. Почему звезды иногда розовые? Разница в чем? В том, что когда вы точите руну плюс 15, звезды у вас становятся розовыми. Чисто косметический эффект. Вот и все. То есть от этого руна не станет там плюс 5000 дамага выдавать и так далее и тому подобное. Нет. Ну естественно она будет лучше априори из-за того, что она плюс 15. А так это просто косметическая назовем так обновка. Вот. Что еще хотел бы сказать по поводу рун. Что еще? Что еще? По поводу слотов сказал. По поводу комплектов. Да. По поводу комплектов. То есть вы старайтесь собирать действительно комплектами. Так как по началу игры комплект, сам комплект даст вам больше процентов, чем какие-то рандомные собранные руны. Там не знаю, во втором слоте скорость, в четвертом хп, там в шестом защита. А, кстати, я еще забыл по поводу защиты. Защита также может попасться во второй слот, в четвертый и в шестой защита, либо защита процента. Абсолютно забыл про защиту, прошу прощения. Вот. Поэтому вот что я хотел сказать по поводу рун. Возможно сейчас в памяти что-то там доскочит. Еще что-то такое. А, вот. По поводу рун поговорим. Где же набить лучшие руны? А, точнее, перейду к магазину. Что стоит в магазине покупать из рун, что не стоит? Советую новичкам вообще не тратиться на магазин, разве что какие-то мистики, покупать еще что-то. Монстр вот этих двух звездочных, однозвездочных не стоит покупать. У вас их будет еще потом очень много, а ману вы за них не вернете. Трех звездочных монстров в магазине не бывает. Вот. По поводу рун. Лично я принципиально не покупаю руны первой, третьей и пятой слоты. Так как у меня их просто попой кушай, мне их хватает и мне они не нужны. Если я и покупаю руны, лично я покупаю руны в магазине, то есть это слоты 2, 4, либо 6. Вот. Всегда оно пишется в скобках, либо вы уже будете ориентироваться. Допустим, вот это шестой слот. Видите направление? Вот так же шестой слот. Это пятый слот. Ну, вы уже привыкнете. Либо просто смотрите на цифру. Я покупаю руны второго, четвертого, либо шестого слота. И желательно на процент. То есть те руны, которые мне, к примеру, нужны. То есть я ищу там на скорость, допустим, вторую руну, четвертую там на крит дамагу и шестую там либо на атаку, либо на хп. И зависит, конечно же, от статов. Белые руны я... Ну, я не помню, чтобы я когда-то покупал. И стараюсь покупать только 6 звезд. Пятизвездочные руны, ну, я в магазине не беру. Да, 6 звездочные дорогие. Там колеблется цена от 200 до 700, даже тысяч. Но это уже зависит от грейда самой руны, от того, какого она цвета. Там, начиная с белого, зеленого, синего, желтого. Прошу прощения, розового, заканчивая оранжевым. То есть оранжевые, это лего руна, это самая лучшая руна, которая может быть в игре. Но, опять же, все зависит от допов. Вот, они решают, они цвет, так скажем. Вот, что еще бы хотел сказать по поводу рун. Да, где лучше бить, фармить и тому подобное. В локации, к примеру, вот зайдем, не знаю, вот в эту локацию. На нормале вы сможете выбить руны 1-2 звезды. По-моему, 3 звезды здесь не падают. Вот, перейдем дальше. На харде вы сможете выбить руны 3-4 звезды. Вот, и на хеле, к примеру, вы сможете выбивать руны от 3 до 4 звезд, но на вот этом боссе, в самом конце, вы сможете выбить не всегда шанс небольшой 5-звездочную руну. Но, скажу так, что оно того не стоит, так как эта 5-звездочная руна будет максимум зеленая, то есть с одним там дополнительным статом, и вы больше потратите маны на выбивание, плюс она будет рандомна. И по поводу еще, скажу, вот этих вот цифр, если вы видите, это не просто обозначение той локации, которую вы сейчас будете бить. К примеру, если вы бьете вот 6-ю локацию, а руны здесь будут падать только в 6-го слота, то есть боковая руна, 6-й слот. Если вы бьете 5-ю локацию, 5-я руна, то есть если вам нужно добить до какого-то сета, вы можете, в принципе, пофармить какие-то там локации для того, чтобы добить вам эту руну. Это как вариант, я тоже этим когда-то занимался, почему бы и нет. Поэтому неплохой вариант. Ну и лучше, конечно же, руны добываются, так как и пишется в этом начале. Кстати, больше всего меня бесит, знаете, какая надпись, когда заходишь в игру, либо там какая-то локация грузится, написана такая простая надпись «Не можешь выбить ту самую руну» и в конце знак вопроса, прошу прощения. И ты такой думаешь, да, а может какой-то совет, еще что-то, то есть не можешь выбить ту самую руну, типа ха-ха, лошара, да? Жесть, кунтуасы, конечно, троллят жестко. Ну ладно, перейдем к подземелью Кайроса. Здесь вы сможете выбить руны, то есть, опять же, по поводу монстров, которых лучше применять. Вот вы сможете выстоять по поводу этажей. С пятого этажа вы видите, есть полная инфа, каких монстров люди чаще всего используют. Вот, и от этого вы сможете отталкиваться, потому что такие вопросы, кем лучше фармить, как, что, ну вот зайдите, буквально даже посмотрите, то есть вам не нужно задавать вопросы, вы сможете в 2-3 клика все это сами увидеть. Вот, также здесь вот инфа упавших предметов. Вы сможете нажать, вот, к примеру, вот сюда, и посмотреть, какие руны падают с этого босса. К примеру, вот эти руны, которые падают на великане, они никогда не падают на драконе, что бы вы там ни думали, кто бы вам что ни говорил. И также, наоборот, с дракона на других боссов. Также вот добавлен новый босс некрополис, некромант, давно он уже, конечно, добавлен, но так как руны конкретно там меняли, где что падает и тому подобное. Вот. И, что скажу по поводу всех этих боссов. Поначалу, естественно, все идут фармить гиганта, так как он немножко попроще, он не такую дамагу выдает, как дракон на гиганте, не нужен такой дикий состав монстров, там иммунитет, еще что-то и тому подобное, чем на драконе. Дракон фармится всегда тяжелее, абсолютно всегда. По статистике, человек, который уже фармит, допустим, только-только вот начал фармить б10, там гиганта хотя бы руками, он дракона бьет еще восьмого, даже зачастую седьмого, там, ну максимум девятого, то есть дракон чаще всего тяжелее. Конечно, кому повезло, там, не знаю, арха огня выбить, там, или что-то подобное с иммунитетом, им, естественно, проще. То есть, они этих проблем, скорее всего, не будут ощущать, но зато, к примеру, великана они, скорее всего, формят дольше. Вот, здесь руны уже падают, к примеру, вот, если вы доходите до гиганта шестого, с шестого этажа, так же, как и дракона, некрополиса, уже может упасть шестизвездочная руна. И, уверяю, вас очень бесит, когда заходишь в какой-то там, не знаю, форум, либо там, в группу какую-то ВКонтакте, и где там 25 уровень кидает ссылку, где он прошел, там, Б6 гиганта, и ему упала там какая-то топовая руна, я не знаю, лего, к примеру, там, ну, не знаю, скорость свифт, упала там двойка, да, на скорость. И там еще куча классных допов и тому подобное, ты так смотришь, офигеть, а ты там неделями фармишь этого там гиганта, либо дракона, Б10, десятый этаж бьешь, и тебе нифига, хорошего-то толком не падает. Поэтому, рандом всегда есть, с этажом, начиная, к примеру, с шестого, если обсуждать шестизвездочные уроны, у вас просто шанс повышается выбить эту шестизвездочную урону. Но то, что она будет не полный отстой, или вам такая не нужна, вам некуда ее вставить и тому подобное, то есть, вы ее просто продадите, такой вариант тоже есть. То есть, не всегда шестизвездочная руна хорошая. Вот. Ну, в дальнейшем вы это поймете и будете их продавать пачками в день по сотне, а то и по две. Вот. Едем дальше. По поводу дракона, в принципе, такая же история на такие вопросы, как, типа, не знаю, Аракис, у меня слабые руны, как же я смогу там бить? Вот я сейчас бью всего лишь там третьего дракона, не могу бить то-то, то-то, то-то. Скажу вам так, с повышением уровней у ваших персонажей, основных уровней, к примеру, да, у вас монстры там четырехзвездочные и там двухзвездочные руны, а вы хотите бить там дракона пятого, шестого, у вас это вряд ли получится, но если вы повысите там уровни звезды вашим монстрам основным, там, переведете их на пять звезд, на шесть звезд, даже если у вас самые фиговые руны, вы уже на этаж два подниметесь, следовательно, если вы подниметесь на этаж два, вам уже будут выпадать получше руны, следовательно, вы будете одевать, менять руны старые, одевать лучше и так, тому подобное, то есть вы повышаете уровень монстра, вы повышаете Great Rune, следовательно вы продвигаетесь по этажам и вы вылазите все выше и выше и выше то есть не сразу все строилось вы понимаете, то есть все начинали так же как и вы, то есть всем было тяжело то есть я так же думал по началу игры даже спустя несколько месяцев, что я там дракона B10 буду фармить через 15 лет игры в эту игру и тому подобное, но нет на самом деле, чем дольше вы играете, чем больше вы играете тем быстрее идет ваш прогресс и 40 уровень далеко не предел по поводу уровня, да, уровень вам не даст в игре абсолютно ничего то есть вы его прокачаете скорее всего за месяц, за два и все, то есть выше 40 уровня ничего нет, дальше вы вы качаете и в принципе начинается действительно самое интересное, вы не думаете, что на 40 уровне у вас закончится игра на 40 уровне у вас появится да ничего, и в принципе все зависит от рун и от ваших монстров по поводу так что с этим носом по поводу монстров кого качать кого не качать опять же вам подскажет вот эта программа которую я обозревал в начале либо всегда вы сможете спросить это в чате там не знаю спросить у меня в контакте если я не занят я всегда отвечу то есть смотрите просто по звездам по я не знаю по нужно всего этого персонажа и принципе всегда лучше спросить за спрос никто не бьет все поначалу прошу прощения поначалу все все у друг друга спрашивали я где-то задавал вопросы где что лучше но я предпочитал больше читать проходить по каким-то ссылкам там форумы и тому подобное то есть группах лазить то есть больше читать чем задавать какие-то вопросы то есть я в основном во первых задавая в чате вопрос там не знаю как там то 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 тебя могут потроллить кто-то скажет что это топ кто-то скажет что это корм а ты сидишь и думаешь так топ или корм так ароны виол либо это а что такое виол а что такое кд в четвертый слот и ты сидишь задаешь сам себе задал один вопрос а с него у тебя вылезло еще 50 вопросов а так ты зашел почитал что какая где какая руна и тому подобное то есть есть очень много ссылок форму я не буду оставлять так как это либо заблокируется ли будет либо будет рассчитываться как за рекламу каких-то сайтов поэтому кто ищет тот найдет и много русскоязычных сайтов где полно этой инфы причем многие уже блогеры ну как многие назвать это блогингом тяжело все-таки многие обозреватели игры я уже знаю троих челы которые то есть стараются более полную инфу давать на русском языке по поводу этой игры и в принципе все только начинается и развивается вот по поводу чего бы еще хотел сказать для новичков вот самое но не самое главное естественно это уже для более поздней игры но к примеру вот вы там 8 10 уровень до все там пишут что того и возьму в гильдию а что такое гильдии так далее и тому подобное давайте я сделаю некий для вас обзор что такое гильдия назовем так самого начала вот перейдя такую штуку как сообщество вы сможете зайти там вот где там поиск гильдии то есть вы либо здесь можете нажать поиск либо в ту гильдию которую вас приглашают и примеру подать заявку на вход если вы там им подходите они вам подходят то есть ну вы скорее всего попадете в гильдию что дальше происходит война гильдий происходит по такому формату то есть у вас дается 12 мечей не мечей а 12 атак в неделю на всю вашу гильдию то есть 12 войн за неделю одна война длится максимум 12 часов если к примеру все походили либо там вы выиграли войну и не хотите просто дальше ждать вы сможете допустим завершить эту войну точнее кто сможет это сделать это сможет сделать либо глава либо зам в гильдии максимально 30 человек может быть один глава и два максимальных зама у зама в принципе почти те же привилегии что и у главы по поводу того что дает гильдии тому подобное гильдия ровным счетом вам не даст фактически ничего вы не думаете что тот персонаж который в гильдии у него там есть какие-то не знаю плюшки нереальные он зашел в гильдию и у него резко там плюс 500 атаки стало и тому подобное такого нет это бред никому не верьте абсолютная хинея вот что дает гильдии это возможность на фармить медали которые вы сможете потратить на магазин магазин вы сможете перейти даже если у вас нет гильдии то есть пример у вас там выкинули либо еще что-то подобное всегда можете посмотреть что здесь можно купить о полезности всех этих товаров и тому подобное у меня есть отдельное видео можете поискать его у меня на канале вот что еще по поводу всего этого вот вы видите здесь восстановление меча к примеру сейчас 0 из 6 то есть максимально можно насобирать допустим 6 мечей и допустим к примеру за сутки многие я знаю так вот гильдии делают под конец недели в субботу собираются и там несколько часов воюют сразу 6 воин сюда отчасти это прикольно другой стороны этот клуб а где-то кто-то может уехать еще что-то ну дело такое то есть мы воюем по стандарту то есть 12 часов одна война вот вы видите полоска так скажем хп противоположные гильдии то есть когда доходит эта полоска вот до значения вот этого вот видите где значок то есть это предел когда появляется надпись победа в войне гильдии все что дальше идет это уже с одной стороны бессмысленно и уже можно бить кого угодно и так далее то есть это уже на исход битвы не повлияет у вас есть каждый на каждую войну три ваших меча то есть это три возможности атаковать кого-то вот с вражеской гильдию также вы выбираете здесь себе по силе то есть зачастую в самом конце более слабые персонажи в самом начале более сильные персонажи поэтому они вот за слабых дают вот вы видите мало так скажем в среднем это будет зависеть от вашего грейда ваш не грейда а позиции вашей гильдии в статистике чем выше тем больше вы будете получать медали вот к примеру здесь вы должны получить к примеру 5 медалей за одну победу бой состоит из двух боев если вы там сделали две допустим победы это вам допустим дадут по плюс 5 очей за каждый но здесь вы получите плюс одну медальку каждому бою как бонус здесь плюс 2 медальки здесь плюс 3 по поводу того нахожусь ли я в гильдии и буду ли я за это что-то получать да вы будете получать по 10 медалей если ваша гильдия будет побеждать даже если вы не будете участвовать в войне гильдии это некий такой пассивный прирост по очкам в неделю вы сможете получать там 120 очей в принципе абсолютно ничего не делание и если вас устраивает такое то есть вы можете найти себе много таких гильдий которые набирают просто ну людей это что пообщаться не знаю еще чего-то для развития и тому подобное просто для количества поэтому почему бы нет можете найти себе гильдию и получать себе такой пассивный небольшой доход то есть когда вы будете воевать в среднем то есть средний вояка так скажем войне гильдии получает там неделю от 500 до но максимально то там я не буду точно не хочу соврать допустим возьмем до полторы тысячи очей но по моему до 1300 максимум не буду разбирать это число то есть вы понимаете такое число то есть когда ты воюешь ты уже получаешь в разы больше но естественно нужно для этого выигрывать и чтоб твоя гильдия тоже выигрывала то есть к примеру когда ты набил 50 очей если твоя гильдия победит ты получишь еще 50 очей вот то есть система такая в день можно провести две войны время войны восстанавливает устанавливать прошу прощения глава к примеру если мы закончили в 11 часов вечера до войну и тут же начали то есть война будет длиться с 11 вечера до 11 утра подсчетный войны гильдии нет только один день неделю это воскресенье выходной то есть тогда происходит и подсчет в гильдии и сейчас я вам скажу что происходит дальше так лог боя вот к примеру да есть рейтинг гильдии и вы смотрите на каком месте вы допустим находитесь за неделю мы сейчас допустим две голды но мы сливаем вот то есть это количество камней которые нам дадут в конце недели на всех членов гильдии то есть на 23 по моему человека который участвует то есть вот эти камни поделите на 23 и от количества точнее от процента кто сколько набил тот столько и получит к примеру да вот нажимая кнопку вклад я вижу я набил 6 и 6 процентов то есть к примеру от тех почти двух тысяч камней я получу 6 и 6 процента то есть я не буду подсчитывать сколько это там выйдет ну к примеру допустим 100 камней вот он получит допустим там 105 камней вот этот получит там чуть меньше чем я и так далее это подобное то кто сколько набил тот столько и получит но в основном разница небольшая то есть не нужно за этим гнаться и и так далее то есть вот здесь полный инфа кто как атаковал выиграл проиграл защита также инфобоя поэтому по поводу гильдии можно наверное говорить неделю что да как всяких фишек премудрости это вы уже и сами поймете вот самое главное я вам рассказал что да как в этой гильдии и а да и в самом конце недели вы получаете камни камни вы сможете потратить на призыв эксклюзивных монстров вот поэтому вот так что еще хотел бы сказать в магазине иногда появляются мистики если у вас там еле нашкрябалось 150 тысяч маны вы там 10 уровень и тому подобное не нужно покупать этот мистик не тратьте деньги лучше проточить и кита рун там не знаю потратьте на усиление монстров и так далее то есть не покупайте поначалу мистики советую конечно же покупать самого начала тратя очки арендные именно те которые вы убиваете на арене на дэвилмонов дэвилмонов собирайте постоянно они лишними никогда не бывают их всегда мало это самая ценная валюта в игре вот поэтому в принципе наверное на этом мы остановимся где-то что-то если я буду что-то вспоминать где-то какие-то мелкие гайды то есть буду добавлять но в принципе возможно для кого-то эта информация была полезной вот по поводу того какие здания стоит строить не стоит строить у меня также есть видео куда тратить очки арены также есть видео куда тратить очки гильдии войны также есть по моему в том же видео где и арены поэтому если вам интересна эта информация и и много на канале где-то я что-то забыл я же говорю рассказать где-то что-то не забыл где-то больше где-то меньше но стараюсь выкладывать эту информацию так как очень много новичков в игре и естественно всем хочется все знать, но все узнать в этой игре невозможно даже я задаюсь многие вопросы, особенно по поводу скиллов как, где скилл работает особенно там свет, тьма, для меня это действительно тьма так как этих персонажей мало в игре не каждый сможет протестировать и тому подобное кстати отвечу на вопрос одного из подписчиков в плане того, есть ли что-то типа, назовем так бета-сервера, на котором кто играл, к примеру, в такие игры как, ну не знаю, в Warcraft еще что-то там, линейка, Lineage 2 там были такие сервера как, назовем их так серверы тесты, там не знаю что-то подобное, там выставлялись очень большие рейты, сразу шмотки ты заходил, мог проточенные получить и так далее, то есть купить за копейку в чем суть, я говорю, то есть нет какого-то приложения, но по крайней мере я не слышал о таком, чтобы можно было зайти взять, к примеру, там купить за одну ману там любого монстра, да одеть его там в руны плюс 15 посмотреть, как он себя ведет там на арене либо там куда-то там B10 сбегать, да побить там Зайроса одеть в самые-самые там топовые руны и посмотреть такого приложения я не знаю если у кого-то оно есть не знаю, может я не доглядел скиньте мне, я также сделаю на него обзор, в принципе, почему бы и нет вот, поэтому вопросы, если какие-то будут оставаться задавайте мне вконтакте, пишите комментарии кстати, не забывайте скидывать мне картинки ваши творческие работы кому нужно вызвать монстров на них вот, я уже сделал недавно и скоро будет вызов одному парню и другому сделайте вызовы, поэтому оставляйте комментарии задавайте вопросы играйте правильно, раскачивайте монстров также правильно тратьте ману так скажем с наиболее высшим показателем того, что она вам даст в ответ и кристаллы в принципе так же поэтому всем удачи развивайтесь всем спасибо всем пока Субтитры сделал DimaTorzok